Это Чанган ЮНИТИ, и это, пожалуй, самый яркий китайский автомобиль, который вы прямо сейчас можете купить в России. В начале года эти автомобили активно возили нам по параллельному импорту, и один такой экземпляр мы даже успели для вас снять, ссылка на его обзор будет в описании. Ну а теперь вы можете купить ЮНИТИ официально, с гарантией складом запчастей и нормальным сервисом. И, наконец-то, у нас появилась возможность поездить на этом кроссовере. Поэтому сейчас мы расскажем вам о нем во всех подробностях, а также разберемся, чем российская версия Чангана отличается от китайской. Вы на канале Автору, меня зовут Александр Мирошкин. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент. И мы начинаем. До нас Чанган ЮНИТИ официально добрался всего с одной силовой установкой. Это полуторалитровая турбочетверка на 167 лошадиных сил. Сочетается она с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, между прочим, китайской разработки и китайского же производства. На домашнем рынке ЮНИТИ представлен с таким же мотором, но там он развивает 188 лошадиных сил. А также в Китае есть еще более мощная модификация с двухлитровой турбочетверкой, которая выдает более 230 сил. И вот этот двигатель уже сочетается с обычным гидромеханическим автоматом. Что касается платформы, то ЮНИТИ построен на модульной тележке MPA, которая, в общем, в вольном переводе так и расшифровывается. Модульная платформа. Подвески у нас независимые по кругу, но, несмотря на это, привод может быть исключительно передний. Здесь стоит также электроусилитель руля, а что касается габаритов, то вот по ним, несмотря на кажущуюся компактность, ЮНИТИ сопоставим с Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. И если по габаритной длине они примерно все сопоставимы, то вот по размеру колесной базы ЮНИТИ выигрывает и у немецкого, и у японского кроссоверов. Багажник у ЮНИТИ скромный, по паспорту в него помещается всего 350 литров. Зато если сложить сидение второго ряда, то объем полезного пространства увеличится до 1185 литров, а погрузочная площадка окажется абсолютно ровной. Единственный нюанс – вещи придется перекидывать через порог. Из практичных приспособлений в отсеке есть 12-ти вольтовая розетка, лампа освещения, а также удобный отсек под основным полом, куда можно сложить мелочевку. А на минус втором этаже нашлось место для запасного колеса. Увы, не полноразмерного. На второй ряд забираться удобно, а на самих задних сидениях оказалось вполне уютно. Под передними креслами места достаточно, а колени в спинке не упираются. Разместиться можно даже втроем, ведь центрального тоннеля нет. Разве что подушка установлена низковато, а подоконная линия, наоборот, слишком высокая. Из-за этого некоторый дискомфорт все-таки возникает. Из удобств есть откидной подлокотник с подстаканниками, USB-порт, крючки для одежды и отдельные дефлекторы обдува. Как я и говорил, мы уже снимали Chang'an Unity, поэтому по интерьеру мы пробежимся кратко, отметив лишь самые основные моменты. Материалы отделки здесь неплохие, весь верхний пояс передней панели обшит мягким пластиком. Здесь есть вот такая вот прострочка, фактурная вставочка. Но недорогие материалы отделки все-таки встречаются, но в основном они располагаются внизу. Что касается практичности, то с ней, несмотря на вот такой яркий экстерьер, здесь тоже все очень хорошо. Есть два больших лотка для телефона, в одном из них имеется индукционная зарядка, два больших подстаканника, огромный бокс под центральным подлокотником и, естественно, гигантская ниша внизу центрального тоннеля, куда можно положить, черт побери, что угодно. Удобство посадки, ну, скорее на четверочку. К этим сиденьям у меня есть ряд претензий. Здесь, например, коротковата подушка, а еще я не могу никак отрегулировать валик поясничного подпора, и форма у спинки получается такая немного выталкивающая. С другой стороны, здесь отличная и четко обозначенная боковая поддержка, есть опоры для плечей, но оборанка настраивается как по вылету, так и по углу наклона. Короче говоря, я довольно быстро нашел удобное положение, и я думаю, что вы тоже с этим справитесь весьма оперативно. Эргономика этого автомобиля точно порадует ретроградов. Обратите внимание, здесь обычный кнопочный аналоговый физический блок управления климатом, температура, регулируются клавиши, интенсивность обдува тоже. И обычной же кнопкой включается автоматический режим, что, черт побери, очень удобно, особенно когда вы хотите что-то быстро перенастроить. С другой стороны, есть один маленький климатический нюанс. Подогрев сидений у Chang'an Unity, который официально поставляется на российский рынок, есть только в топовой комплектации. И то даже в этом случае подогреваться будет только подушка, а спинка всегда будет оставаться холодной. При этом здесь нет ни подогрева руля, ни электрообогрева лобового стекла. Короче говоря, вот здесь вот есть недоработочка. И адаптация для российского рынка, значит, прошла не полностью. Теперь все-таки давайте поговорим о том, чем российский Unity отличается от китайского. Ну, во-первых, здесь нет селфи-камеры. Даже в самой дорогой комплектации, такой, как у нас на тесте, она в китайских машинах располагается вот здесь. Здесь включается отдельной клавишей, которая находится вот тут вот рядом с селектором трансмиссии. Но, к сожалению, здесь мы ее работу показать не можем, поэтому смотрите наш предыдущий обзор. Есть и некоторая разница в материалах отделки. У нас тогда на обзоре была тоже дорогая модификация. И вот эта вот часть у нее была обшита замшей. Ну, а здесь что-то очень напоминающее кожзам. Но самое главное отличие, это, конечно же, мультимедийная система. Ее, к счастью, русифицировали, и по интерфейсу она очень напоминает развлекательный комплекс, который стоит в Чанган Юникей. Здесь огромное количество функций, огромное количество всяких под меню. И чтобы уверенно чувствовать себя во взаимодействии с этой системой, лучше с ней разобраться заранее. А еще здесь заявлен Apple CarPlay, но он у меня почему-то так ни разу и не подключился. А Android Auto в этой мультимедийной системе, к сожалению, нет вообще. Кстати, скоро зима. А умеете ли вы вообще водить зимой? А когда скользко? Ну, а что если сугробы? Проверьте себя в зимнем зачете ПДД Автору и получите шанс выиграть подарки от генерального партнера Тинькофф Страхование и множества других призов. Все подробности по ссылке в описании. Я должен вам признаться, я очень ждал встречи с этим автомобилем, особенно на ходу. Не то, чтобы меня сильно впечатляли ездовые повадки Чанганов, на которых я ездил до этого, но вот от этого автомобиля мои ожидания были очень высоки. И я должен сразу признаться, что они практически полностью оправдались. Я уж не знаю, кто помогал Чангану доводить до ума эту платформу, но едет Unity очень прилично. Он очень оперативно и очень классно реагирует на руль. На самой баранке густой и вкусное усилие. Да, информации от нее не слишком много, но эта тачка прям действительно умеет поворачивать и прекрасно держится за траекторию. Короче говоря, вот за это точно от меня зачет. Возможно, некоторые немецкие модели или, например, все та же Mazda CX-5 управлялись еще лучше и дарили больше водительского удовольствия, но вот драйверских повадок у Unity, ну как минимум для города, прям хватает. В этом контексте немного расстраивает плавность хода, потому что у нас на тесте топовая комплектация, которая по умолчанию оснащается огромными и тяжелыми 20-дюймовыми колесами. И при проезде каждого стыка или лежачего полицейского ты прекрасно понимаешь, какого размера там вот стоят диски. Плюс ко всему, из-за больших и тяжелых колес этот автомобиль довольно отчетливо транслирует внутрь всю дорожную мелочевку. Вот если вы, например, проедете ходом по вафельной разметке, а скорее всего вы обычно так и поступаете, то вы точно будете знать, где там вот эти вот желтые линии пересекаются и где эта разметка закончилась. Поэтому моя рекомендация – ставьте диски хотя бы на дюйм поменьше. И, кстати говоря, именно 19-дюймовые колеса ставят на базовую комплектацию этой модели. Конечно, скорее всего, вы немного проиграете во внешнем виде, но зато заметно приобретете в комфорте. И вот лично для меня это куда важнее, чем максимально эффектный экстерьер. И еще один бонус заключается в том, что на колесах поменьше, скорее всего, шумоизоляция этого автомобиля покажется вам чуть лучше. Вот сейчас мы едем по довольно шершавому асфальту Дмитровского шоссе, и в колесных арках гудит довольно отчетливо. При этом все остальные шумы в салон проникают не очень сильно, поэтому либо вам нужна дополнительная шумоизоляция колесных арок, либо, опять же, колес поменьше. Ну а для тех, кто расстраивается из-за того, что для российского рынка полуторалитровую турбо-четверку в Чангане дефортировали примерно на 20 лошадиных сил, у меня хорошие новости. Потому что ускоряется эта тачка очень неплохо. Конечно, с таким малокубатурным силовым агрегатом на довольно тяжелом автомобиле не стоит рассчитывать на то, что вы будете постоянно побеждать во всех светофорных стартах, в которых собираюсь участвовать. Однако же добавить на ходу, чтобы кого-нибудь обогнать или объехать, это вообще без проблем. Но отчасти это заслуга роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями, а я напомню, что она вообще-то была разработана и выпущена в Китай. Так вот, свою роботизированность она выпячивает в основном в начальных фазах движения и на холодной, вот тогда может немного подергивать. Ну а во всех остальных режимах эта коробка работает примерно как гидромеханический автомат. Переключается она плавно, практически не путается в своих семи ступенях, поэтому управлять тягой в Чанган Юнити очень удобно и самое главное, что этот процесс понятный и прозрачный. Конечно, эту трансмиссию можно вывести из состояния равновесия, если, ну, очень сильно постараться. Давайте представим себе ситуацию, что вот вы решили выйти на обгон, резко нажали на педаль газа, потом почему-то передумали, газ отпустили, а потом решили, что нет, все-таки обгоню и нажали еще раз. Вот в такой ситуации робот начинает работать несколько неоднозначно, он то переключается вниз, то вверх, но давайте посмотрим правде в глаза, в реальной жизни такая ситуация случается, ну, очень редко, поэтому вот такой вот нюанс просто запишем в погрешность. А вот что действительно раздражает в этой трансмиссии, так это алгоритм работы селектора. Он здесь весь такой красивый и изящный, но вы, например, не можете переключиться из D в R или из R в D, или просто с паркинга сразу включить D, потому что всегда эта коробка встает в промежуточное нейтральное положение. И вот это вот немного подбешивает. Но даже это все мелочи, с которыми легко можно смириться и не обращать на них внимания, ну, в конце концов, вы можете просто к ним привыкнуть. И получается, что самый раздражающий меня момент в этом автомобиле – это большие колеса. Я многократно говорил о том, что я не понимаю моду на большие диски и на тонкие шины. Вот пухлая покрышка, маленький диск – это и выглядит клево, и едет отлично. Поэтому, Чанган, возьмите на заметку. Базовая версия Unity стоит 2 миллиона 869 тысяч 900 рублей. Она включает в себя светодиодную оптику, цифровую приборку, 6 динамиков, мониторинг давления в шинах, 4 подушки безопасности, бесключевой доступ, датчик света, 19-дюймовые диски, люк, круиз-контроль, задний парктроник с камерой, а также климат-контроль. В версии Tech за 2 миллиона 969 тысяч 900 рублей добавляются видеорегистратор, колеса диаметром 20 дюймов, сервоприводы багажной двери, электрорегулировка передних кресел и их подогрев, панорамная крыша, парктроники спереди и сзади, автопарковщик, система кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, датчик дождя, автоматический дальний свет, беспроводная зарядка, функция ионизации воздуха, боковые надувные шторки безопасности, а также продвинутый комплекс электронных ассистентов и помощников. Я должен вам признаться, что Unity очень приятно меня удивил. Эта машина отлично едет, отлично управляется, очень неплохо разгоняется, несмотря на то, что мотор относительно китайской версии немного дефорсировали. И она, кстати говоря, оказалась еще и весьма комфортной, опять же, несмотря на эти гигантские диски, и моя рекомендация ставить диски поменьше. Здесь очень неплохой интерьер, и в отличие, например, от все того же Uni-K, здесь вот нормальный экран мультимедийной системы с нормальным интерфейсом, нормальная обыкновенная цифровая приборная панель, и нет вот этого нагромождения дисплеев, которые постоянно отвлекают тебя от дороги. Поэтому, возможно, прямо сейчас это самый интересный и уж точно самый яркий внешне среднеразмерный кроссовер, который официально присутствует на нашем рынке. И уж совершенно точно, это лучшая модель Chang'an, на которой я к сегодняшнему моменту успел покататься. Ну и получается, что у Chang'an Unity вы теперь знаете все, что нужно знать об этом автомобиле прямо сейчас. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент. Берегите себя, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok